здравствуйте дорогие друзья с вами ивановский никита давно не виделись прошло полтора месяца с нашего последнего вебинара представляете половина лета проплыла за бортом и теперь мы подведем итоги чему же мы научились что же мы освоили какие мы программы новые увидели через интернет не через интернет по курсам не по курсам на различных форумах не на форумах и так далее то есть поделимся своими впечатлениями от того что у вас происходило в июне и в июле сейчас я включу демонстрацию экрана сразу же включу демонстрацию экрана перед этим спара спрашиваю буквально одно одну вещь поставьте пожалуйста единички те кто присутствует на данном вебинаре впервые просто интересно знать кто летом все-таки осмелился впервые прийти на вебинар на данное событие много достаточно много единичек и это радует представляете нас 80 80 человек и это летом летом в разгар в разгар отпусков в разгар летних купаний и это радует что все-таки не покидаете 3d область область графики и стараетесь совершенствоваться и познавать что-то новое я сам соскучился безумно соскучился уже победу по вебинарам я хотел проводить начинать проводить вебинара только в сентябре только в августе но решил провести один или несколько вебинаров вот в июле да артем привет привет всем привет много единичек очень много единичек для лета это очень необычно что сегодня у нас на вебинаре будет до всех волнует вопрос вопрос во первых по поводу записи за запись постараюсь сделать если компьютер не подведет то запись будет во вторых по поводу программы нашего сегодняшнего вебинара во первых мы познакомимся с вами с анимацией в анриал инжине даже не то чтобы с анимацией вообще с анриал инжином принципе приходит очень много вопросов в связи с тем что я размещаю у себя на стене вконтакте различные демонстрации возможности этого замечательного движка приходит приходит очень много вопросов а что же это такое за программа как это все создается как создается анимация и почему почему сейчас сейчас вот данный данный движок очень актуален и что можно с помощью него делать почему именно с помощью него делают такие красивые вещи при том в режиме реального времени а многие вообще не представляют что такая программа существует и что на ней можно в отличие от выры и от короны просчитывать интерьер и экстерьер в режиме реального времени вот это с этим как раз и познакомимся далее я познакомлю вас с работами сейчас уже полтора месяца как как идет летняя школа да вы помните по визуализации я познакомлю вас с работами студентов с некоторыми просто для того чтобы вы представляли работ этапы обучения например вот и в третьих я отвечу на все ваши вопросы которые возникли в результате просмотра патефонной комнаты гранду ром альпийского шале и других моих видео курсов такая программа вас устраивает а себе буквально два слова я ивановский никита андреевич кандидат педагогических наук сертифицированный инструктор компании автодеск по программному продукту 3ds max практикующий дизайнер визуализатор директор нескольких студий в том числе и студии анимации интерактива ну и немного преподаватель и директор школы студии вискул точка ру х вижу скул через который вы собственно и зашли на этот вебинар так вот фаст стоун интересная программа посмотреть сколько я уже программ не видел для для грабберов до программ грабберов такую еще не слышал на самом деле джора надо 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 запомнить запомнить и и и и посмотреть ее возможности ну что такая программа вебинара вас устраивает сейчас я включаю демонстрацию экрана переношу наш с вами чат на второй экран для того чтобы его все время видите отвечать на лету на ваши вопросы если таковые будут возникать перед вами сейчас сумбурная сцена в 3д максе которая получилась в результате создания большого большого проекта под кодовым названием анри лофт вы помните начало сам самая начало этого проекта она проект был заложен можно так сказать два месяца уже два месяца назад это учебный большой проект по реализации интерьера и от части экстерьера в анри ле это все это все максовская то есть с этим вы более менее знакомы моделирование мы с вами проходили то есть этапы моделирования проходили этапы текстурирования части тоже проходили на вебинарах проходили немного даже on real engine поставьте пожалуйста друзья поставьте пожалуйста минусики минусики те кто Никогда не слышал о программе Unreal Engine Сколько минусов Вот это да Минусов достаточно много Только слышал, Марик Ну вот, сегодня я надеюсь, что вы уже Познакомитесь, увидите воочию Что эта программа может И почему она настолько Сейчас востребована Вот, это 3D Max, здесь ничего особого нет То есть, даже если я сейчас отключу Отключу стилизацию Clay То на самом деле здесь все очень будет Некрасиво, то есть, все текстуры у меня Вследствие записи огромного количества видеоуроков Уже текстуры практически позбивались Но фишка в том, что весь этот интерьер Превратился вот в такую картину Сейчас я ее вам продемонстрирую То есть, вот что у меня получилось в Unreal То есть, в Unreal получился интерьер По которому мы можем с вами прогуляться В режиме реального времени Все модели создавались мной Собственноручно Вместе с текстурами Модели создавались в 3D Max В Moodbox В ZBrush Текстуры рисовались в Photoshop Отчасти в Quixel В Quixel продуктах Плюс еще Substance Painter Например, дополнительная программа Все это загружалось в Unreal Engine Здесь настраивался свет Настраивались текстуры Настраивались материалы Ну и в итоге мы получили вот такой результат Вот с этим результатом Мы сегодня и будем работать То есть, я думал Какой же нам взять интерьер Ну и все-таки Решил, что нужно Нужно взять тот Который я создавал Полностью самостоятельно Притом здесь каждая текстурка Каждая моделька Уже мной выверена И она И ничего не должно Глючить абсолютно По-хорошему Данный проект Весит достаточно уже много Поэтому тормоза Могут какие-то наблюдаться Но вы увидите Что в принципе В режиме реального времени Мы можем увидеть Все Тени Материалы Да, то есть Притом материалы Все у нас отражает Все бликует Никакого в Vray Здесь и короны Не использовалось Здесь все в режиме Весь просчет происходит В режиме реального времени То есть мы видим Полностью весь Весь интерьер Вот в таком режиме Притом я сейчас Из камеры гуляю То есть у меня сейчас Камера установлена И я уже из камеры Могу прогуляться По нашему интерьеру Сейчас покажу Сразу, наверное Прежде чем приступать К анимации камер Я продемонстрирую Некоторые этапы Через работы студентов Я продемонстрирую Этапы работы Над подобным интерьером Какими же знаниями Необходимо вам обладать Я думаю, что это Серьезный будет вопрос Какими знаниями Необходимо обладать Для того, чтобы Создать что-то подобное То есть более-менее Реалистичный интерьер Либо экстерьер В анриле Анрил на самом деле Сразу не сказал Анрил это Игровой движок Это движок Для создания игр Совсем недавно Буквально год назад Вышла его Четвертая версия С очень классным Дружественным интерфейсом В связи с этим Его можно широко Использовать Для И архитектурной Визуализации И для архитектурной Анимации И для многих Других задач Помимо Естественно Геймдева Сразу же У вас Могут возникнуть Вопросы А если это Связано с геймдевом То здесь Наверное Безумное Какое-то Количество Знаний Должно Присутствовать То есть Необходимо Знать Очень много Всего Не только 3дмакс Да Это да То есть Помимо 3дмакс Вам необходимо Владеть Программами Для Текстурирования Программами Для Моделирования Не только 3dmax Создается В основном Только Болванка То есть Если вы Хотите Создать Детализированную Модель Со Складками Притом Чтобы Эта Модель Была Достаточно Детализированная Именно Со Складками То есть Притом Она Должна Быть Оптимизированной Вот Я неправильно Сказал Не детализированной А оптимизированной В ней Не должно Быть Большого Количества Полигонов Если У вас Будет Большое количество полигонов, тогда у вас просто-напросто Unreal будет вылетать, не просчитывать ни света, не компилировать приложение. То есть модель должна быть оптимизирована максимально, и при том иметь максимальную реалистичность. То есть в 3D Max все только начинается. В Lumione присутствует тоже рендер. Здесь рендера как такового нет. То есть нам ничего не надо рендерить. Во-первых. Во-вторых, на мой взгляд, у Lumione нет интерактива, например, такого, как здесь, насколько я помню. То есть в Lumione я работал приблизительно полтора года назад со студентами еще в архитектурно-строительном университете. Там в Lumione создавались в основном архитектурные визуализации, пролеты, анимации. То есть загружались модели, конвертировались и, соответственно, создавалась анимация. Там существует понятие рендера. Здесь понятия рендера как такового не существует. Здесь нам не надо ничего рендерить. То есть у нас все блики, все отражения уже представлены в режиме реального времени. То есть ничего не надо просчитывать абсолютно. То есть далее я вам продемонстрирую, как пустить камеру по маршруту, как ее настроить, как настроить кривые и все, в принципе. То есть ждать не надо. Там сутками сидеть у компьютера, ожидать рендера, ожидать появления какой-то секвенции кадров. Ничего это не надо. Все это делается на лету. Так, смотрели урок. Это движок вместо Vray. То есть... Нет, это не вместо Vray. Это чуть-чуть другой движок. То есть здесь система рендеринга, так называемого физически корректного рендера, который сейчас очень распространен в интернете. Этот рендер встроен сюда. То есть его не надо устанавливать. Сюда не надо устанавливать никаких форест паков, никаких мультискаторов. То есть если вы хотите клонировать модель, клонировать, например, траву или дерево, взять куст и вы захотите его проклонировать, например, то сделать это можно без проблем. С помощью стандартных методов и средств. Сюда не надо никаких дополнительных плагинов и модулей устанавливать абсолютно. То есть это самобытная программа. Единственное, с чего она не может, это создавать сложные модели. То есть созданием сложных моделей, модели так называемых ассетов, это как раз происходит в сторонних программах. А студенты что-то в Unreal делали? Можно показать, какие интерактивные они сделали? Да, интерактивы не покажу, я покажу вам принтскрины. Может быть даже интерактив найду. Посмотрим сейчас. В основном только картинки интерактив. У меня сейчас загружен уже один Unreal, поэтому если я открою еще один Unreal, то скорее всего у меня будут проблемы с трансляцией, потому как еще идет видеозапись, идет трансляция в интернет все-таки. Я покажу вам картинки принтскрины, так как в принципе здесь не надо ничего рендерить, как я уже сказал. То есть мы делаем просто принтскрин, отправляем его в фотошоп и обрабатываем. У нас получается визуализация. Притом это статичная визуализация, я имею ввиду. Но в основе всего этого лежит интерактив. То есть заказчик может прогуляться по своему интерьеру. Фактически вживую. То есть одеть даже очки Oculus. И вот в последнем Unreal есть фишки для создания визуализации под Oculus, под специальные очки, если вы представляете, что это такое. И соответственно с помощью них можно совсем заказчика погрузить в его интерьер. Так, сейчас буквально две секунды открою, отвечу на вопросы и тогда буду демонстрировать работы студентов. Так, к компу какие требования? Требования достаточно серьезные. То есть процессор должен быть i7, ну современный компьютер должен быть, да? То есть процессор i7, оперативной памяти минимум 16 гигабайт, по-хорошему 8-16, видеокарта 2-3 гиговая, ну и желательно SSD, например, диск, жесткий диск, твердотельный, да? Тогда у вас не будет никаких тормозов. Так, еще раз уточните какие еще нужно знать программы, кроме Max. Я сейчас их перечислю, Надежда. Сколько она весит? Весит она порядка 4,5 гигабайт. Скачивается она с официального сайта. Большой плюс, знаете какой этой программы? Самый большой плюс и отличие и от 3D Max, и от Vray, и от Corona, и от Forest Pack, и от Multiscutter. Самое большое отличие это ее бесплатность. То есть эта программа абсолютно бесплатна, при условии, что вы зарабатываете там меньше какого-то порога в год. То есть 20 тысяч долларов, по-моему. То есть если вы меньше на этой программе зарабатываете денег, значит вы можете ее абсолютно бесплатно использовать. Да, конечный продукт запускается через экзешник, 3D-шник, 3D-шник. Хороший ник, кстати, в чате, да? Если это игровой тредутор, он зависит от мощности видеокарта. Да, конечно же видеокарта нужна здесь, абсолютно правильно, Данил. Гигов 25-30. Нет, вы что, 25-30 гигов сейчас ничего не весит. Это слишком. То есть программа весит достаточно немного. По настройке матов, какое различие от Vray и Corona? Различие достаточно серьезные. Здесь используется немного другая философия. Здесь уже не... Если в Vray и в Corona в основном превалируют подход через Specular и через Reflect Glossiness, да, то есть сам рендер... На самом деле и в Vray, и в Corona, и в Unreal рендер практически похож. То есть сам движок очень похож. То есть ядро физически корректное. То есть происходит физически корректный рендер. Но вы знаете, что в Vray достаточно сложно. Нужно очень много всяких кнопок понажимать, очень много всяких галочек поставить для того, чтобы приблизиться к какой-то реалистичности. Здесь все делается по умолчанию. И в основе всего физически корректный рендер. То есть независимо от освещения, материал, если вы правильно его настроите, будет выглядеть всегда реалистичным. Если вы его правильно настроите. Настройка материала, я вам продемонстрирую. Настройка материала идет через шейдеры, опять же, через ноды. Здесь такой же нодовый редактор материалов, такие же шейдеры. Присутствуют только вместо, например, рефлекта. Присутствует Specular, присутствует металличность, присутствует шероховатость. И многие другие свойства. Давайте об этапах. Сейчас быстренько расскажу об этапах. Какие программы необходимы для того, чтобы освоить Unreal. Желательно знать. Конечно же, сейчас вы скажете, что можно использовать готовые модели. Это все ерунда. В геймдеве и в таких интерактивных штуках, если к тому же вы хотите заниматься левел-дизайном, или на самом деле геймдевом, то вам необходимо владеть и моделингом, и текстурингом. И этим всем владеть на очень высоком уровне. Так вот, сначала мы учимся моделированию. Вы все хорошо знаете программы моих курсов. В основном вы проходите отчасти, большинство из вас, я думаю, что все из вас проходили патифонную комнату и увидели этапы работы над проектом. То есть, вначале мы учимся моделировать. Моделировать, при том здесь уже намного быстрее, намного, я надеюсь, что профессиональнее. Потому как мы помимо 3D Max используем еще и мудбокс. Мудбокс мы используем для создания складок, для создания различных деталей на моделях. То есть, сначала мы создаем болванку, модель, затем ее детализируем в мудбоксе. То есть, необходимо изучить мудбокс. Это тоже автодесковая программа. Либо ZBrush. ZBrush немного посложнее, но зато чуть-чуть помощнее. Но мудбокс использовать даже в какой-то степени лучше, так как он работает, на мой взгляд, с текстурами, с рисованием текстур намного лучше. Так вот, потом мы освещаем. То есть, полностью проходим. Я всегда всех студентов во всех своих курсах и в альпийском шалею, вот теперь в Unreal Loft прогоняю через визуализацию и в V-Ray, если человек хочет, в Короне. Почему? Если человек не поймет, как работает V-Ray и Корона, то ему будет очень сложно в Unreal. Ежели он понимает, как работает V-Ray и Корона, то в Unreal будет все очень просто. То есть, фактически, пересесть за Unreal не составляет никакого труда. Это модели, то есть, это первые этапы создания, одни из самых первых этапов создания. То есть, от всех я требую по 9 моделей приблизительно. То есть, создаются модели, создаются текстуры. Текстура, как я уже говорил, рисуется в Photoshop. То есть, в Photoshop мы изучаем достаточно серьезно. И далее, вот модели. Это различные модели, модели, модели. То есть, здесь я не успел, к сожалению, к сегодняшнему вебинару их как-то просортировать по группам. Да, это отдельные программы. Это отдельная абсолютно программа. Модбокс и ZBrush – это отдельная программа. Так же, как и Quixel-овский продукт – это специальный плагин для Photoshop. Так же, как и Substance Painter – это отдельная программа. Так же, как и V-Ray и Корона – это, можно сказать, отдельная программа, которая встраивается просто в 3D Max. То есть, мы детализируем модели, применяем к ним текстуры, создаем эти текстуры в Photoshop и создаем максимально реалистичные материалы в самом V-Ray и Короне для того, чтобы прочувствовать как раз рендер. Создаем студии. То есть, эти все модели отрендерены в студиях, созданных самими студентами. То есть, вы должны изучить очень хорошо моделирование, должны освоить очень хорошо текстурирование, должны освоить идеальное освещение в 3D Max для того, чтобы знать, какие источники света бывают, какие настройки у них необходимо изменять для игры с тенями, например, с теми же самыми и так далее. И потом уже приступать непосредственно к визуализации всего интерьера. Потом эти все модели мы собираем воедино и визуализируем сначала в V-Ray и Короне интерьер. То есть, я показываю визуализацию целостного интерьера и экстерьера. Ну и затем переходим в Unreal. То есть, это уже Unreal. Это рендер Игоря Ка в 3D Max, и это рендер в Unreal. То есть, вот что в Unreal получилось. То есть, пока получается. То есть, большинство работ пока не доделано. То есть, у нас еще остается несколько занятий. И потом, естественно, после курса все это дорабатываем, дорабатываем, еще раз дорабатываем. Это уже визуализация. То есть, фактически, разница между даже недоработанной Unreal уже неплохо смотрится по сравнению с Короной и по сравнению с V-Ray. Так вот. Далее, 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 далее. То есть, это Марины модель, это тоже Марины модель, Марины модель. Это интерьеры, то есть, заготовки интерьеров, которые переносятся потом непосредственно в Unreal, например. Это вот уже композиция. То есть, из модели мы складываем либо интерьер, либо композицию. Опять же, желательно со старинными материалами. Со старинные материалы тоже изучаем. Для того, чтобы понять, как создаются сложные, многокомпонентные материалы с V-Ray Dirt, с Ambient Occlusion, с различными картами высот. То есть, это все мы создаем и понимаем. Так, с технической стороны многое легко разберется. Так, многие... Как-то, Роман, вы странно написали, как бизнес на этом поднять, студию свою небольшую хотя бы открыть. Там ведь куча организационных и юридических нюансов. Об этом я рассказывал, Роман. Это отдельная тема, да. То есть, Z-Axis подтвердит, что у нас уже было порядка двух-трех таких вебинаров, на которых я рассказывал, как раскрутить все эти темы, как прорекламироваться. В том же самом, например, в шале, кто из вас видел, там я целый вебинар устраивал по тому, как открыть студию и как создать свой сайт с этими всеми нюансами. То есть, как это все поставить на поток, что называется, и получать заказы. То есть, это все модели, 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 модели. Это, на самом деле, самая основа. То есть, это необходимо. То есть, создать качественную, реалистичную модель, это достаточно сложно. Это целая, опять же, целая область, на которой можно зарабатывать, на самом деле. То есть, создать вот такую модель, ее можно легко продать. Вот. То есть, здесь вполне Наталья, Николай справился с созданием достаточно хорошей, серьезной модели. Пусть даже без складочек, но модель эта выглядит достаточно нормальной. Кроме того, студия неплохая сделана. Это модель Ольги, да, композиция Ольги вместе со складочками. А, помимо мудбокса и помимо ZBrush вам необходимо выучить еще и Marvelous для работы с тканями. Желательно. То есть, в самом 3D Max тоже можно работать с тканями, но лучше всего работает с тканями, конечно же, Marvelous Designer. И так далее. То есть, это различные модели, модели, модели. Где-то здесь были Unreal-овские. Вот Unreal-овские. То есть, далее мы переносим уже в Unreal. После того, как мы визуализировали композицию, визуализировали модели, да, посмотрели на их качество, мы переносим все это в Unreal и настраиваем уже материалы, текстуры в самом Unreal. Есть очень много плагинов, очень много различных средств для переноса в Unreal, для быстрого переноса. Вот, опять же, в Unreal тоже демонстрации. Вот. В конце вебинара, если кто захочет, я найду уже готовый интерактив. Мне Аня присылала, это еще с курса по шале. В шале я тоже уже давал немного Unreal. И вот Аня, одна из немногих, сделала уже интерьер. Так, сейчас буквально 2 секунды отвечаю на вопросы и демонстрирую анимацию. Что же может на самом деле Unreal, да, для чего его так серьезно необходимо изучать, к нему готовиться, к работе в нем. Так, а где можно посмотреть про студию или запись платная? Про студию. Про студию я демонстрировал, я очень много вебинаров вел, опять же, во многих из этих вебинаров я показывал основы создания студии. Но, конечно же, более полно я рассказываю в своих курсах про это все. Пишите ВКонтакте, я вам постараюсь ответить, чем лучше воспользоваться для того, чтобы создать студию. Есть ли смысл осваивать материалы и рендеры Ray и короны, если здесь свои материалы? Есть, конечно же, смысл. Я про это сказал, что вы лучше поймете работу анриловского движка, если вы прочувствуете все это на Vray и на короне. Какого типа файла переносится в этот движок? Автокад? Нет, автокад не переносится. Сюда переносятся файлы в основном в FBX формате. То есть специальный формат, который поддерживает большинство современных программ, это FBX. В предыдущей версии анрила были другие форматы, сейчас в основном FBX. С помощью него можно создавать вот такой набор ассетов, огромное количество папок. И весь абсолютно контент конвертируется в формат ассетов. То есть сохраняется в анриловском формате, в своей папке. В этом есть некоторые недостатки, но есть очень серьезные преимущества. То есть восстановить проект. Например, у меня вчера вот этот проект полетел. Просто, не знаю, новый 4.8 анрил я установил. И он у меня просто отказался свет просчитывать. В итоге мне пришлось отчасти перестраивать весь этот проект. Но с этим я быстро достаточно справился. Так как у меня уже на флешке был скопирован этот проект. Я просто все ассеты перенес вот в этот проект, в последнее его сохранение. Немного подкорректировал материалы, немного подкорректировал расположение. И в принципе у меня практически все восстановилось. Помимо вопроса, сейчас еще отвечаю на вопросы и про камеры. Камеры, кстати, здесь работают так же, как в 3D Max. Опять же мы изучаем камеры, смотрим, кто захочет анимацию в 3D Max. Для того, чтобы понять лучше анимацию здесь в анриле. Как таковой ее анимацией очень сложно назвать. То есть это больше, наверное, все-таки архитектурная презентация. То есть это уже такое понятие, которое очень специфично для архитектурных роликов. Ну и соответственно анимации я не называю. В письмах я называл, но как таковой анимации я не считаю. Но однако же все это делается в режиме реального времени. Принципы по материалам везде схожи по процентам на 80. Абсолютно правильно, Сержи. Есть ли смысл обставить, какого типа анриле перевести можно только модель с разверткой? Нет, не только модель с разверткой, с разверткой. Различные способы и методы существуют для переноса моделей. То есть мы можем, желательно вообще в идеале для геймдева, у всех моделей создаются развертки. Для состаривания, для нанесения декалей, например, для нанесения различных элементов. То есть создаются развертки, естественно, создается Normal Bump. И если вы хотите, например, создать какой-то выступ на модели, то его лучше сделать не геометрией, а лучше сделать, например, Normal Bump. Нарисовав его в том же самом ZBrush, либо в Moodbox, запечь текстуру, экстрактить текстуру из Moodbox с высокополигональной модели на низкополигональную модель через специальные модули в Moodbox и в ZBrush. И потом уже сюда, в Unreal, поместить низкополигональную модель с запеченным Normal Bump. Здесь уже нет запекания такого. То есть нам запеченные текстуры не нужны, нам нужен только запеченный Normal Bump. То есть запеченный с высокополигональной модели на низкополигональную. Остальные все текстуры и материалы можно не запекать. То есть здесь вы видите все блики и все абсолютно нюансы и вот здесь непосредственно в самом Unreal производятся. То есть нам ничего не надо здесь осуществлять. То есть все это достаточно быстро. Так. Вопросы далее. Про цены? Да, ссылки отправлены. Можно в двух словах о коэффициенте отражения по Френалю в Unreal. Не совсем понял, как регулировать. Артем, отвечу, но я думаю, что пока многие здесь не понимают, что такое коэффициент по Френалю. Поэтому может быть в частном порядке в конце вебинара. А как переносить ассеты в другой проект? Ассеты переносятся очень просто и легко через правую кнопку мыши. То есть мы находим данный ассет в поиске в нашем контент-браузере. Щелкаем правой клавишей мышки. Здесь нажимаем на assets actions, migrate. То есть производим миграцию из одного проекта в другой проект данного ассета. Все это делается буквально за секунды. То есть мы можем, создав коллекцию из каких-то моделей Unreal, мы их можем очень быстро и легко перебрасывать с одного проекта в другой. Есть ли смысл использовать для единичных картинок рендеров? Ну, в какой-то степени для, наверное, единичных картинок особо нет. Потому как зачем? То есть если вы создаете анимации, то да. Если вы создаете, например, интерактив, то да. Единичные картинки можно отрендерить, использовав рендер-ферму очень быстро, да даже без рендер-фермы на стационарном компьютере. То есть переносить в Unreal целый проект, я считаю, что тогда незачем. Но будущее, я считаю, вот именно за таким рендером, за физически корректным рендером, в Unreal, в Unity, в CryEngine, везде уже главенствует физически корректный рендер. И как таковые, Vray и Koron, они просто-напросто морально устарели. То есть все сейчас трясутся, ой, хочу изучить короны, ой, хочу изучить Vray, хочу изучить... То есть на самом деле Vray и Koron как таковые устарели. То есть у них уже движок, движок не такой мощный, как вот здесь, и мы не увидим в таком виде, в Koron и Vray, вот в режиме реального времени, те материалы, которые мы хотим увидеть. Так, но еще не совсем. То есть через полгодика, я думаю, совсем устареет, либо через годик. То есть совсем Vray и Koron, либо они перейдут на, опять же, режим реального времени, либо вообще уйдут. Я не знаю, что будет, но я не Noctradamus все-таки, но посмотрим. Очень интересно, на самом деле. Мы сейчас на стыке эпох с вами находимся. Расширение переносимых файлов. В основном FBX, Константин, FBX. Расскажите, пожалуйста, про дисплейс в Unreal. Какая нагрузка идет? Взять, к примеру, кирпичную стенку. Здесь дисплейс через карту высот происходит. Как таковой дисплейс используется очень редко. То есть если вы хотите воссоздать объем у своих моделей, тогда лучше использовать Normal Bump. То есть здесь Bump обычного нет. Здесь есть Normal Bump. Но дисплейс, вот, например, я вам сейчас продемонстрирую, дисплейс находится вот здесь. World Position Offset и World Displacement. У нас два есть свитка, которые отвечают за смещение, можно сказать, реальное смещение, да? Реальное изменение геометрии. Но их используют достаточно редко, так как намного серьезнее нагружает и видеокарту, и процессор, чем Normal Bump. То есть в основном используется Normal Bump для создания таких материалов. То есть вот такой материал у меня, основной материал, выглядит вот таким вот образом. Это самый, можно сказать, ну, не самый простой, но достаточно простой материал здесь в Unreal. Для того, чтобы воссоздать, например, эффект фаллофа, эффект френеля как раз, даже, ну, можно сказать, фаллофа, в большей степени фаллофа, плюс еще подключить Normal Bump, плюс еще этот Normal Bump здесь отредактировать, для того, чтобы он не слишком влиял на нашу модель и так далее. То есть приблизительно вот такое строение у среднестатистического материала. Ну что, друзья, я вроде на все вопросы в основном ответил. Давайте приступать к анимации, хорошо? Практически так же, как в Maxi, Юрий. То есть разница, разница, есть, здесь очень много фишек, здесь очень много нюансов в Unreal. То есть вы буквально одну калочку не поставите, либо не выберете какой-то пунктик из выпадающего списка, и у вас уже здесь не будет, например, освещение неправильно будет работать, и материал некорректно будет отображаться и так далее. То есть здесь, чтобы отражение воссоздать, вы видите, при том отражения меняются, они физически корректны, то есть мы можем приблизиться. Здесь уже требования более высокие даже в плане детализации к моделям, потому как игрок, ну, заказчик, да, он может подойти к любой модели и посмотреть. То есть если я запущу, например, проигрывание, сейчас я здесь исправлю и запущу проигрывание. Что же такое? Я сейчас запущу проигрывание, то есть человек может подойти к любой модели, посмотреть на ее строение и, соответственно, увидеть какие-то недостатки этой самой модели. То есть я вот гуляю, то есть я гуляю по этому интерьеру, смотрю на все элементы, да, то есть здесь у нас есть отражение, здесь присутствуют различные блики. То есть я могу прогуляться по своему интерьеру будущему, да, фактически, но этот еще не до конца, то есть я проект не довел до такого состояния, до которого хочется. То есть мы можем прогуляться, прогуляться, посмотреть на второй этаж подойти, посмотреть на кровать, то есть посмотреть на композиции. То есть все у нас интерактивно. Помимо интерактива мы еще можем создать, естественно, мы не можем даже, не можем, а нужим, да, Мы можем создать анимацию И эта анимация у нас будет просчитана Фактически в режиме реального времени То есть мы видим сразу Что у нас как отображается Естественно модельки чуть-чуть Не хватает полигонов Так как полигоны все равно приходится экономить Для того чтобы Видите какой большой интерьер Очень большой интерьер Здесь экономия полигонов достаточно серьезно наблюдается Но супер там какого-то Какого-то нехватки их нет Вот Цвет мебели меняется с помощью блюпринтов Например зажечь лампочку можно То есть сделать так чтобы у вас вода из крана текла Здесь есть система частиц очень серьезная То есть можно сымитировать огонь Можно сымитировать любой фактически Ну вот например я возьму Стартер контента То есть из стандартного контента Который здесь уже имеется Есть система частиц с огнем То есть я помещаю этот огонь к себе в анрил И у меня уже вот здесь горит огонь То есть мне не надо ничего ждать во фьюмфксе То есть не надо ждать просчета Долгого просчета фьюмфкса этого самого огня У меня уже фактически горит огонь Притом этот огонь может быть расположен где угодно Это система частиц Это работа системы частиц Если вы хотите создать меню например Так называемую анриловскую графику Моушн графику То вам необходимо использовать блюпринты Плюс специальный опять же здесь модуль есть Для создания таких интерфейсов Если вы хотите Если вы хотите например Использовать готовые ассеты То есть целый магазин на самом деле Для игр То есть эта индустрия уже развита достаточно давно Поэтому существуют магазины с готовыми ассетами Так как создать материал пропускающий свет На примере абажур С помощью транслуинси Татьяна С помощью транслуинси То есть материал я сейчас не буду показывать Вот например Но все это делается Либо вот ткань у меня Штора пропускает Штора пропускает свет Либо с помощью транслуинси Либо с помощью Подповерхностного распределения света Sub-Surfacing Scattering Так называемого Он здесь тоже присутствует И он достаточно хорошо здесь развит Кроме того мы можем здесь имитировать Различные степени рефракции Различные степени спекуляра отражений И так далее То есть это все делается с помощью Прозрачности Давайте тогда сейчас с вопросами Вот пожалуйста не пишите те вопросы Которые уже здесь в чате есть Я на них отвечу И продемонстрирую вам анимацию Договорились? Иначе я не успею То есть у нас всего лишь с вами час Больше часа уже устаете Меньше часа не вижу смысла Поэтому у нас приблизительно час За час нам нужно многое успеть Вопросы На вопросы те которые имеют Отвечу Далее на вопросы буду отвечать Когда расскажу основной материал Договорились? Как сделать чтобы цвет на мебели менять Это я уже ответил Есть специальные блюпринты Здесь целый модуль Вот они блюпринты То есть с помощью них Можно все что угодно программировать Вот так они выглядят То есть здесь можно подключать Любые свойства для любых объектов Так Коммерческую версию имел ввиду Про коммерческую версию я не понял Я сказал что Unreal бесплатен Фактически То есть так Никитова Здесь команда Align Как в Max Как таковой Ее здесь я не встречал Здесь есть Align Как таковой То есть мы можем выстраивать Здесь есть трансформации По-моему В трансформации есть Align и Snap То есть есть различные команды Для привязки и для выравнивания Но они работают очень с фотореализмом Вот вы сейчас видите фактически как с фотореализмом Кроме того Как я уже сказал Это не совсем доделанный проект То есть все материалы здесь не такие Как мне до конца хочется То есть можно дорабатывать Дорабатывать Еще раз дорабатывать Вот На стене ВКонтакте У меня можете посмотреть Различные другие примеры С реалистичными проектами в Unreal То есть реалистичность не хуже Чем в Ray и в Corona Я считаю То есть можно добиться за счет Здесь кстати я вам покажу Очень хорошая постобработка Притом она делается на лету То есть мы можем Непосредственно перед записью анимации Например Анимации камеры Мы можем сделать постобработку Увеличить флееры Увеличить например насыщенность Яркость, контрастность И все это делается в интерактивном режиме То есть нам не надо загружать в Photoshop В After Effects То есть это делается непосредственно здесь Даже глубину резкости Мы можем поменять буквально в несколько щелчков И делается это опять же в режиме реального времени Еще раз повторяю Так Версия имела в виду Никита Нарелез Команда Крути пожалуйста помедленнее Инет не успевает В школе В сети все моменты Показывается вода с крана Двери открываются Светильники Светильники да Будем зажигать Вода из крана Тоже демонстрирую Как создать частицу Буду демонстрировать Еще у нас прошло только 3 вебинара Двери открываются Тоже буду показывать Да это все достаточно просто Делается то есть сложные программы писать Это уже отдельный человек программист Такие программы Такие блюпринты легко достаточно Создаются здесь Здесь непосредственно С собственными силами С частицами круто В школе Сложное освещение HDRi Допустим Да то есть у меня здесь Установлена HDRi Я HDRi Это ее загрузил Вот мы если посмотрим У меня в окружении Есть HDRi И направленный источник света Так Где Unreal можно скачать А скачать можно На официальном сайте UnrealEngine.com Как с фотореализмом Мне кажется что Unreal Уступает в фотореал Вере Ну конечно же Отчасти немного может уступать То есть по умолчанию То есть если я возьму сейчас Принтскрин Да вот какой-нибудь возьму Принтскрин модели То есть я перейду вот Например вот сюда И сделаю принтскрин Да я делаю тут принтскрин Сейчас делаю принтскрин Загружаю его в фотошоп И дообрабатываю Тогда да То есть тогда мы можем Все-таки приблизиться Но опять же Как смотря как вы проработаете модели То есть если вы проработаете модели Достаточно серьезно Хорошо И материалы самое главное Тогда фотореализм будет Достаточно нормальный То есть я вот загрузил картинку В принципе эта картинка Имеет отражение Имеет все Все преломления Все-все-все абсолютно Достаточно реалистично И эту картинку я могу Обработать в фотошопе Так выглядит Пластмассово Ну может быть немного Я не знаю Но на мой взгляд Здесь все достаточно Хорошо бликует И пластмассовости Как вот в предыдущих Например версиях Здесь не особо наблюдается Так На офсайте Да 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 Друзья Если вы мне будете Засыпать вопросами Давай анимацию Да Давайте все-таки по теме Если вы будете Я сейчас отключу Тогда чат Вот мы можем обработать Да еще раз повторяю То есть мы обрабатываем Данный рендер Мы придаем ему яркость И придаем ему контрастность И добавляем Какие-то здесь Эффекты дополнительные У нас может получиться То что мы хотим Да то есть Контрастность Яркости И мы получаем И мы получаем уже здесь Плюс еще глубина резкости И так далее И так далее Напишите Абу Абу напишите мне Вконтакте Я вам вышлю сайт Тогда Свой второй Слава Дизайн Там есть И анимационные И анриловские Отчасти проекты Скажите Если создать сетку Как лучше Благодаря Опасити Или полигоном Сетку Лучше с помощью Опасити Меньше На данном кресле У меня создана С помощью Геометрии То есть я решил Геометрию Можно создавать С помощью Опасити Да Очень легко И просто С помощью карты Черно-белой карты Так Как лучше Благодаря Опасити Сколько времени Мне понадобится Для создания Такого проекта Проект можно Собрать за сутки То есть Если у вас Все готовые модели Если у вас Готовая текстура То существуют Различные плагины Существуют Различные модули Для быстрого переноса Из 3D Max В Unreal То можно Собрать за день Даже за 2 рабочих дня Грубо говоря Такой проект Если моделировать С нуля То конечно же Дольше Если у вас Готовы все модели То достаточно быстро Зато там Походить можно Ну Насколько Пластмассово Не знаю То есть Если я посмотрю Вот на пол Например Посмотрите на пол Я не знаю Где здесь Пластмассовость Если вы видите Что блики Меняются Притом в режиме Реального времени Да То есть Вот пол Вам просто Вы посмотрите Потом видеозаписи И абсолютно По другому Сглянете на Unreal Сейчас у вас Идет Трансляция В режиме Реального времени Поэтому Могут быть Какие-то проблемы Из-за этого То есть Мы опять же Можем здесь Сглянуть на отражение На блики И увидите Что здесь все меняется Притом Интерьер недостаточно Заполнен Даже на стену Если мы посмотрим Что здесь Все достаточно Стул Вампир Почему отбрасывает Вот немного есть Все это регулируется На самом деле Здесь можно отражение Добавлять То есть Различные Дополнительные Настройки делать Да Плюс еще Как я уже сказал Постобработку делать И так далее Я отключаю чат И демонстрирую анимацию Иначе мы с вами Будем здесь сидеть И болтать очень долго Запись Запись будет В ютубе Скорее всего Как обычно То есть Если она у нас Получится Потому как Записи в анриле Достаточно долгие Я записываю уроки Максимум по полчаса Так как Получается очень То есть Запись Часового вебинара В анриле Весит порядка 25 гигабайт Вот Поэтому Я больше Часто стараюсь Не проводить В тканях Ткани здесь у меня Не доработаны вообще Фактически То есть Ткани Ткани как таковые Я не дорабатывал То есть Ткань наверное Самая здесь И в принципе Здесь есть фалов Уже Есть небольшой бамп И я считаю Что он достаточно И тени дает И достаточно нормально выглядит Плюс еще конечно же Моделики чуть-чуть Оптимизированные Понимаете Друзья Вы учитываете Что модели Немного оптимизированные Да Так как Требуется Требуется Какая-то оптимизация Для того Чтобы можно было Здесь походить Все таки Да Это все в режиме Реального времени Не забывайте про это Это все в режиме Реального времени И реалистичные проекты Можно создавать Здесь И можно рендеры Здесь делать Достаточно Видите как в телевизоре То есть Бликует И создается Создается Очень хорошее отражение Я блокирую чат И соответственно Приступаем к анимации Для анимации Существует Здесь специальный модуль Который называется Matinee Matinee То есть В разных интерпретациях Я слышал По-разному Как произносят Это слово Соответственно Это фактически Реализация Реализация 3D Max Вот так называемого Я вам сейчас Его продемонстрирую Вот этого барчика С анимационной панелью Здесь это все Достаточно просто И вот плюс еще Граф-эдитор У нас здесь есть В 3D Max Вот такая панель Для редактирования Кривых анимаций Вот Здесь в Unreal Все это представлено С помощью Matinee С помощью него Можно Как только студенты Уже не интерпретировали Это слово Я не буду Не буду даже Рассказывать Как-то Как его произносят Вот Находится оно Вот здесь То есть Для того чтобы нам Создать вообще Эктор Матинюшевский Эктор Нам необходимо Вот здесь Перейти Матinee Здесь Ad Matinee То есть мы можем Создавать очень много Таких экторов Очень много таких модулей Для создания Различных пролетов То есть если нам Необходим пролет По одной части нашего интерьера Мы его создаем Если нам необходим пролет По другой части интерьера Либо по экстерьеру Мы опять же создаем Новый эктор И с ним работаем И работаем с его камерами То есть все камеры Которые мы будем Привязывать к новому эктору Они будут Будут анимироваться Отдельно И управляться Отдельно Вот То есть для того Чтобы перейти уже в созданное Я уже создал Для того чтобы сэкономить время Я уже создал Некоторые камеры Создал эктор И эти камеры Уже немного расположил Сейчас у меня По умолчанию Стоит 7 камер Мы с вами сейчас Создадим еще несколько камер Я продемонстрирую Как это сделать Для того чтобы вы видели Что здесь И как получается То есть Ну к примеру К примеру Какая камера Вот какая-то камера Здесь вот у меня По второму этажу Например То есть по второму этажу Фактически у меня камер нет Соответственно я перехожу Что же такое Соответственно я перехожу На второй этаж На второй этаж И здесь создам Какую-то камеру Как создается камера? Камера, во-первых, может быть создана вручную. Во-вторых, камера может быть создана автоматически в зависимости от вашего вида. Для того, чтобы камера была создана автоматически, так же, как и в 3D Max, по нажатию Ctrl-C на клавиатуре, либо физическая камера создается, если она у вас уже создана, либо создается стандартная камера. Так вот, здесь все это делается, опять же, через Матиню. Для того, чтобы нам создать камеру, нам необходимо выделить сейчас Эктор Матини. Вот здесь я выбираю в нашем World Outliner Матини. Он у нас выбирается там где-то, то есть он у меня присутствует на первом этаже посередине интерьера, то есть я его не нахожу. Я сейчас не бегаю по интерьеру, его не ищу. Я его выделил с помощью специального поиска. После того, как я его выделил, теперь мне необходимо что сделать? Мне необходимо перейти в Матини Эктор и в этом Экторе нажать правую клавишу мышки и добавить новую группу камеры. Здесь камера группа, группа камер считается, но это на самом деле одна камера. Лучше в эту группу, к этой группе привязывать одну камеру. Я нажимаю на эту функцию, здесь пишу CAM8, например, CAM8 и 2Floor. Второй этаж. Да, у меня... Ой, прошу прощения, не то создано. Я уже тороплюсь немного. То есть мы выбираем New Camera Group, все правильно, CAM8, 2Floor. А, у меня просто-напросто здесь не хватает окна. Все правильно, создалось сразу, ничего я не перепутал. Так вот, у меня создается, у меня уже 8 камер. Справа, справа от этих камер шкала времени, да, очень простая шкала времени. Количество времени мы можем установить любое. То есть можем установить... У меня по умолчанию сейчас установлено 25 секунд. Здесь можно увеличивать, естественно, да, то есть, так как мы добавили новую камеру, я увеличиваю сразу диапазон. Диапазон мы можем увеличивать сначала с помощью красного ограничителя. Все эти ограничители, они необходимы для того, чтобы, опять же, определиться во времени. Ну, например, увеличивать до 30 секунд. Кроме того, я расширяю еще и зеленый ограничитель. После этого мне необходимо, мне необходимо выделить наш movement, то есть определенный трекер. Здесь уже понятие, здесь разграничивается понятие трекера, то есть движение, движение вращения, движение перемещения, движение, ну, там, приближение, да, то же самое перемещение. И разграничивается с регулировкой фокусного расстояния. Для фокусного расстояния, for angle, для угла, да, для изменения угла, есть отдельный трекер, то есть мы его можем записать. Плюс мы можем здесь анимировать мэши, можем анимировать световые источники, можем анимировать партиклы, системы частиц, можем анимировать звуки, можем создавать различные события. То есть здесь, на самом деле, этот модуль очень мощный, он, опять же, сделан достаточно комфортно, как и все в Unreal, на мой взгляд. То есть тот же самый даже редактор материалов намного более удобный, на мой взгляд, даже в какой-то степени, чем в 3D Max и чем в той же самой Maya. Здесь очень прикольно все сделано, очень своеобразно, то есть это самобытная программа, и с этой самобытностью необходимо научиться считаться. Я выделяю Movement Vector, пока перенесу вот таким вот образом, пока перенесу вот сюда вниз, чтобы вы видели, либо вообще идеально на второй монитор. То есть вы переносите на второй монитор и создаете на втором мониторе все-все-все ключи для ваших камер. То есть у меня выделена сейчас, выделена сейчас восьмая камера, соответственно, здесь у меня вот, непосредственно здесь тоже должна присутствовать. Вот, здесь мне где-то ее нужно найти. То есть она автоматически была создана, вот она, вы видите, да, в углу. В углу создана, так, у меня здесь не отключено, по-моему, у меня одна из камер, не отключен вид из нее. Но чуть-чуть все равно при записи подключивают. Вот она, эта камера. То есть для того, чтобы из нее сразу вид, когда мы выбираем наш восьмой трекер, соответственно, из нее сразу появляется вот здесь, в правом нижнем углу вид. Для того, чтобы создать пролет камеры, я создаю первый ключ, ключ на 25 секунде для этой камеры. Окей, почему-то у меня вот переносится, то есть чуть-чуть. Чуть-чуть, как я уже сказал, здесь, не знаю, как сказать, даже подключивать или не подключивать, но чуть-чуть лаги какие-то присутствуют. То есть я создаю для движения для камеры небольшой ключик. После этого я переношу наш бегунок на последний кадр, на 30-й кадр. У меня привязка, я привязался к той камере, сейчас все время... Здесь программа перестала работать, запись не сохранилась, поэтому я сейчас основные моменты до-запишу, до-показываю. На вебинаре те, кто задавал вопросы, получил ответы. Здесь, к сожалению, я уже не смогу их воспроизвести. Просто-напросто даже не помню. Вот, что сейчас необходимо сделать? Открыть матине, да, то есть мы открываем матине. Здесь у меня уже созданы, вы видите, что... Вернее, оно у меня уже открыто. У меня созданы уже основные ключевые кадры по нашим камерам. То есть вот она, восьмая камера. Здесь создан ключевой кадр на 25-й секунде и создан ключевой кадр на 30-й секунде. Да, то есть что мы делаем? Выбираем необходимое нам время, например, 25-ю секунду. Все это на вебинаре я подробнейшим образом показывал, да, то есть те, кто был, опять же, могут воспроизвести. Выбираю эту самую камеру и теперь... Да, то есть почему-то оно у меня все время сбивается. Выбираю эту самую камеру и один из ключевых... Вот, например, вот этот ключевой кадр я удалю. Далит кейс. Выбираю этот ключевой кадр, перехожу теперь в Unreal. Нахожу нашу камеру. Вот, почему-то вот у меня подглючивает. Как я уже говорил, ну, не то, что подглючивает, а просто сносит. Из-за огромного количества... Ну, не, огромного, большого количества камер. Плюс еще настройка у меня там запала. Нужно ее обнулить. Теперь при выборной камере перемещаем бегунок. Вот этот бегунок перемещаем на временной панели, перемещаем на 30-ю секунду. И меняем расположение камеры. Меняем расположение камеры, передвигаем, например, вот сюда. Окей, и можно чуть-чуть еще повернуть. То есть немного поворачиваем. Далее переходим. Можно переходить, можно просто нажать на Enter. Так. На Enter. И у нас автоматически создается ключевой кадр. И вот здесь появляется, рядом с камерой, появляется желтая линия. Вот такая замечательная желтая линия. Которая как раз говорит о том, что анимация была создана. Все. Полетела вся. Весь просмотр сцены. Вот. Вот она создается. Желтая линия. Вот эта желтая линия говорит о том, что анимация создана. И эту анимацию, если мы вот мы тени перенесем сюда и прокрутим наш замечательный бегунок, мы увидим вот здесь в правом нижнем углу, мы увидим, как камера у нас летит. Вот она, пролет камеры. Далее на вебинаре я демонстрировал, как создать последовательность. Последовательность из этих самых камер с помощью Direction Group. Вот он. Direction Group. То есть мы создаем вот здесь, правым щелчком мыши. Вот здесь, да, вот на этой панели. Правым щелчком мыши выбираем Add New Direction Group. Так как у меня эта Direction Group уже создана, поэтому я показывал, как создавать ее на вебинаре, и как добавлять вот эти ключевые кадры. То есть мы ее создаем, опять же, правым щелчком мыши, так же, как и группу для камеры. У нас появляется отдельный трек с Direct. И в этот Direct мы прописываем определенные последовательности. Например, последний кадр удаляю. Сейчас Delete Kiss. То есть у нас теперь на одну камеру здесь меньше. Одну камеру удаляю. И просто-напросто, просто-напросто нажимаю снова Intro вот здесь. И уже выбираю ту камеру, которая мне необходима, ключ для камеры, для которой необходимо создать здесь ключ. В данном случае восьмая камера. Восьмая камера. Окей. Теперь у нас существует последовательность. Если мы запустим, то здесь есть два варианта запуска нашей анимации. Опять же, на вебинаре показываю, как в автоматическом режиме, как в ручном режиме. В ручном режиме мы делаем с помощью блюпринтов. Создаем вот такой скриптик. Вот такой скриптик. Он у меня здесь уже создан. Это я уже демонстрировал. Вот он, очень простой скриптик. То есть, Event Begin Play. То есть, событие, которое отвечает за начало загрузки уровня. То есть, при загрузке уровня происходит проигрывание анимации. В автоматическом режиме мы можем выбрать Matinee. Matinee. Да, вот этот вектор. Основной вектор. И, соответственно, в нем поставить галочку Play on Level Load. То есть, проигрывать при загрузке. При загрузке. Кроме того, на вебинаре... И теперь, если мы загрузим, да? То есть, теперь, если я выбираю и ставлю эту галочку. Мы начинаем проигрывание. Он говорит, закрыть Matinee. Я говорю, да. И начинается проигрывание. То есть, вот что у нас получается. То есть, у нас уже проигрывается... Кстати, на вебинаре скачкообразно. Здесь уже, опять же, при записи есть небольшие скачки. Но их уже намного меньше. То есть, их не так много. В итоге мы получаем вот такую анимацию. Такая вот анимация у нас получается в итоге. Сейчас, для того, чтобы записать анимацию, опять же, на вебинаре я показывал... Ну, пусть это будет небольшим секретом для тех, кто присутствовал на вебинаре. Как конвертировать данную видеозапись в непосредственно... Вот теперь уже проигрывание началось. Непосредственно в AVI-файл, например. То есть, я демонстрировал, как это сделать. Какие настройки необходимо произвести для того, чтобы сохранить на жестком диске нашу полученную анимацию. Кроме того, я показывал пост-обработку. Пост-обработка здесь занимает достаточно серьезное место. У меня уже создан этот вольюм для пост-обработки. И мы можем делать абсолютно все. Начиная с глубины резкости. То есть, мы можем менять, например, баланс белого. То есть, сделать теплыми цвета, более холодным, например, интерьер. Мы можем менять контрастность. Притом, даже таких эффектов достигать мы можем... Излишняя контрастность, которая иногда, кстати, мешает. Даже не иногда, а всегда мешает. Можем различные эффекты добавлять по насыщенности, по виньетированию, по интенсивности различных световых эффектов, лейеров. Можем добавлять ambient occlusion. Можем работать с автоэкспозицией. Можем работать с глубиной резкости. Вот, кстати, я демонстрировал целая вкладка по глубине резкости. То есть, мы можем воспроизвести вот такую глубину резкости, которая меняться будет, опять же, в интерактивном режиме. То есть, здесь в Unreal настолько безграничная программа. Дорабатывать материалы, дорабатывать текстуры можно бесконечно. Фактически, для достижения максимально реалистичного результата. Еще раз повторю, на все интересующие вас вопросы ответил на вебинаре. Приходите на вебинары, так как записи не всегда до конца сохраняются. К тому же, в Unreal запись, которая у меня получилась по результатам вебинара, весит 25 гигабайт. Поэтому до конца запись не прошла. То есть, программа просто-напросто как-то вылетела на определенном времени и все. И дальше записала весь вебинар в виде шума. Поэтому я делаю такую небольшую перезапись. Если у кого-то какие-то вопросы возникают по тем нюансам, которые я сейчас демонстрировал или не додемонстрировал, пожалуйста, пишите в ВКонтакте, в Скайпе, по почте. Обязательно отвечу. Пока-пока. С вами был Ивановский Никита. Спасибо за внимание. Спасибо за то, что посещаете мои вебинары. Встретимся совсем скоро. Либо в ВКонтакте, либо в Скайпе, либо по почте. Посещайте мой раздел, кстати, видеоуроков. Там я стараюсь размещать видеоматериалов на сайте wisschool.ru. Там я стараюсь размещать самые последние новинки. Записывать видео по самым последним новинкам. И уроки, и просто обзоры графическим новинкам, которые вам, я надеюсь, пригодятся. Пока-пока. С вами был Ивановский Никита.